Чем опасны новогодние праздники? Как уберечь себя и своих близких от пожара? Что делать, если возгорания все-таки избежать не удалось? Об этом не только. Мы поговорим с главным государственным инспектором по пожарному надзору Романом Ковбусюком. Здравствуйте, Роман Вячеславович. Рад приветствовать вас в нашей студии. Добрый день. Роман Вячеславович, на носу новогодние праздники. Давайте поговорим о статистике пожаров в праздничные дни. Ну, сегодня уже можно говорить о каких-то первых итогах вообще уходящего года. Ну, конечно, в канун нового года обычно говорим и о тех вопросах, которые именно на новогодние праздники приходятся. В целом, за год более 2300 пожаров произошло на территории области. К сожалению, 208 человек погибли на пожарах и более 130 получили травмы, доставленные были в медицинские учреждения с мест пожара. Но нужно сказать, что благодаря действиям пожарных на пожарах спасено около 2000 человек и материальных ценностей на сумму более 1 миллиарда рублей. Это вот все-таки те результаты, которые сегодня мы имеем на конец года. Серьезная сумма. А скажите, а где чаще всего происходят пожары? Пожары как и в будние дни, так и в праздничные дни происходят наиболее часто в жилом секторе. Это частные жилые дома, это квартиры граждан, это надворные постройки, частные бани. То есть там, где люди по большому счету проводят большую часть своего времени. Более 80% всех пожаров приходится именно на частный сектор, как мы это называем. Ну а если говорить об основных причинах пожара, что это? В целом основная причина возникновения пожара, более 35% это неосторожное обращение с огнем. Здесь использование открытого огня и курение, вот такие источники открытого огня. А если говорить о праздничных мероприятиях, то на первые места, поскольку все-таки зимний период, холодно, выходят причины, связанные с использованием электронагревательных приборов и печного отопления. Сейчас это основные причины возникновения пожара. То есть неправильное отопление печей, использование печей, перегруз сети, использование неправильных нагревательных приборов. Но вот если говорить о праздничных днях, к чему вы готовитесь? Мы работаем, с одной стороны, в обыденном режиме, с другой стороны, естественно, мы усиливаем все необходимые направления нашей службы. Готовиться нужно к тому, что длительные выходные дни накладывают определенный отпечаток на безопасные жизнедеятельности людей. С одной стороны, люди устают от отдыха, с другой стороны, люди употребляют большое количество алкогольных напитков. И это большое количество времени проводят именно дома, то есть в том же частном жилом секторе, где наибольшее количество пожаров происходит. Поэтому, естественно, риски возникновения пожаров увеличиваются именно в праздничные дни. И мы к этому готовы. Мы к этому готовы и работу проводим соответствующую заранее. Основное здесь направление работы, это предупредить людей и проинформировать о тех рисках, которые существуют, для того, чтобы люди были готовы к вопросам безопасности. А вот эти места общественного большого скопления людей, они соответствуют нормам пожарной безопасности? Надо сказать, что эти места можно разделить на много категорий. Мы основное внимание уделяем, прежде всего, это, конечно, местам массового пребывания детей. У нас в области, по нашей информации, по информации Главного управления МЧС, более 1100 мест, где будут проводиться праздничные мероприятия с массовым пребыванием детей. И именно этим местам мы, прежде всего, уделяем внимание. Здесь, но, кроме этого, не надо забывать, что в канун праздничных мероприятий, прежде всего, люди идут в магазины, в супермаркеты, на рынки, и там большое скопление людей. Этим объектам тоже большое внимание. Практически все объекты в канун новогодних мероприятий мы прошли, посмотрели в рамках действующего законодательства. Но упор мы делаем на готовность персонала этих объектов к действиям при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций. Какой упор? Это, прежде всего, инструктажи и практическая отработка действий персонала в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций. Равен Сячеславович, а что делать с простым гражданом для того, чтобы обезопасить себя от пожара? Я бы здесь, именно если акцент делать на канун праздничных мероприятий, разделил бы на несколько позиций. Первое – это подготовительные мероприятия к Новому году. Здесь выборы и установка елки. Ну, не бывает Нового года без елки, все стараются установить, поэтому правильные выборы, правильная установка. Это должно быть устойчивое основание, это должно быть исключение ее падения, в том числе там, где есть маленькие дети, прежде всего, нужно на это обратить внимание. Второе – это электрические гирлянды. На елке или для украшения квартиры или офиса, но требование обязательно одно – гирлянда должна быть исправна, и гирлянда должна быть заводского изготовления. Это основа безопасности по использованию электроприборов. Далее – это пиротехника. Здесь особое внимание безопасности и особые рекомендации людям. Мы уже, наверное, не представляем себе праздничных мероприятий, тем более новогодних, без применения пиротехники, но нужно знать и понимать, что пиротехника должна быть соответствующего качества и должна иметь документы о подтверждении соответствия этой продукции установленным требованиям. Поэтому приобретать ее нужно только в специализированных магазинах. Далее – должен быть срок годности соответствующий, должна быть она пригодна для использования, и продавец, когда мы покупаем эту пиротехнику, обязан проинструктировать покупателя, а как же ее использовать. И, наверное, самое главное, после того, как мы ее приобрели, не полениться прочитать инструкцию завода-изготовителя, как и где ее можно использовать, в какой период. Но, естественно, в непосредственно в новогодние праздники, в праздничные дни, ну, наверное, просто не забывать о своей безопасности, потому что, вот еще раз говорю, вот это большое количество праздничных и выходных дней дает повод, у людей притупляется вот эта вот грань безопасности, и зачастую происходят пожары от самых элементарных вещей. Роман Васильевич, не могу не спросить, вы затронули тему частных секторов, да, где происходят пожары. А какая работа ведется вами? Происходят ли какие-то рейды? Какая работа превентивная ведется в этом направлении? Ну, надо сказать, что с частного сектора мы не уходим вообще, да, то есть мы ежедневно работаем в частном секторе. И здесь, под словом «мы», я понимаю, не только сотрудников МЧС, это и органы местного управления, и полиция, и социальные работники, и очень большое количество людей. Ежедневно эту работу порядка двух тысяч человек проходит. Но основная форма работы здесь, это, конечно, подворовой обход и беседы с людьми. Именно беседа, потому что зачастую, вернее, не секрет, что наиболее подвержены рискам возникновения пожара те объекты, где социально неблагополучные слои населения наши находятся. А там зачастую нет ни телевидения, ни радио. Поэтому наша задача, которую мы ставим перед собой и перед всеми, кто обеспечивает пожарную безопасность, это дойти до людей, побеседовать с ним, дать какие-то элементарные рекомендации в устном виде, в письменном виде, какую-то памятку, инструкцию для того, чтобы люди знали и понимали безопасность. Ну и, естественно, в новогодний период эта работа будет продолжаться ежедневно, будут работать, соответствующие профилактические группы. Мы будем ходить к людям, говорить с ними и напоминать о вопросах безопасности. Но вообще такие рейды имеют успех? Да, такие рейды имеют успех, естественно, потому что зачастую люди просто благодарны, что к ним пришли и напомнили о безопасности. Да, есть разная реакция людей. Некоторые и очень негативно, может быть, даже агрессивно реагируют на то, что к ним пришли и пытаются вторгаться в их жизнь частную, какая бы она ни была. Но большинство людей понимают и правильно воспринимают те рекомендации по безопасности, которые им дают. Роман Владимирович, ну и в завершение нашей беседы не могли бы дать нашим телезрителям пару каких-то рекомендаций или советов, как обезопасить себя в Новый год? Ну, прежде всего, это подготовиться к Новому году. Как подготовиться, мы уже говорили, подготовиться и помнить о вопросах безопасности. Не забывать, что от наших правильных действий или бездействий зависит наша безопасность, безопасность тех людей, которые окружают нас, наших близких. А если произошла все-таки беда, чрезвычайная ситуация, то самое главное не растеряться, вовремя сообщить в соответствующие службы, в частности в МЧС, номер 112, и как можно быстрее и подробнее сказать о том, что случилось, и дождаться помощи. Роман Владимирович, на этом наше время подходит к концу. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. А я напоминаю, у нас в гостях был главный государственный инспектор по пожарному надзору Роман Ковбасюк.